Сегодня я вам расскажу, как нужно обрабатывать клубнику В периоды, когда заканчивается зима, в моменты цветения и в моменты плодоношения Эту обработку нужно делать обязательно Или же у вас просто-напросто клубника либо испортится, либо пойдет черная ножка И как вариант начнет гнить ягода Всем здравствуйте! Ну что ж, начнем! Как я рассказывал в предыдущем ролике, у нас был очень сильный заморозок Погибла вся рассада Также в тот период времени у нас обильно цвела ранняя клубника И все цветоносы, которые вылезли в тот период времени, были померзшие То есть получается, что первой клубники, самой крупной, мы лишимся Как же это выглядит? Вот у меня попадаются несколько новых, ну не новых, несколько цветков С погибшими цветоносами Вот таким образом выглядит замерзший цветонос То есть он ягоду не даст Его можно смело удалять Чтобы растение не тратило больше силы именно на эту ягоду А оставляем мы, уже вот молодые цветоносы идут Клубника будет, совсем она не пропала Но очень много ягоды, фактически вся первая ягода у нас попортилась И вот она видно, черная точка в цветоносе Первую обработку знают все Как только мы вышли зимы в огород Первое, что нам необходимо сделать, это удалить замерзшие старые прошлогодние листья Высохшие Эту обработку знают абсолютно все Но убирать их надо не сразу, как только растаял снег А когда появятся молоденькие зеленые листики Вторую обработку Удаление старых листьев мы начинаем Когда у нас клубника цветет То есть вот такие листочки, которые побитые морозом Подсохшие, высохшие, старые Их также надо обязательно удалять Если их не убрать, может начаться загниение всего куста Вот, хочу сразу обратить ваше внимание Куст У него из корешка пошла молодая клубника Но старую листву не убрали, гнилую Вот она прям видно, сухая, гнилая И из-за нее сгнила вся вот эта розочка Ну, будем надеяться, из этой молодой, из корня что-нибудь вылезет Ну, не вылезет, посадим свежую Не отчаиваемся Кстати, побило не только цветы морозом А также морозом побило вот листочки И точно такую же обработку мы будем проводить Когда у нас будет уже созревать ягода Если этого не делать, то ягода может просто-напросто сгнить Под такими старыми листьями Собирается очень много всяких болезней и заразы Поэтому их мы также будем удалять Это мои наблюдатели Стоят, смотрят, что я здесь делаю Помощник, он мотается по огороду Увидел отца и едет в ряд Сначала прямо проскочил Теперь решил, что надо ехать отцу Кстати, хочу обратить ваше внимание На вот эту постеленную на земле солому Если вы выращиваете клубнику под мульчирующим материалом В междуряде обязательно стелите солому Она удаляет всякие патогены, болезни Под соломой развиваются полезные бактерии А также всякие жучки и червячки Которые ее перерабатывают И это дает дополнительное удобрение Для роста и созревания нашей клубники Ну что ж, вроде бы я вам все, что требовалось, рассказал Чтобы не пропустить следующие видеоролики Вы можете подписаться на канал Хотя, если вы посмотрели один мой видеоролик И просто поставили лайк То мои видео будут у вас появляться также в рекомендации Спасибо за то, что посмотрели С вами был я, Санек Увидимся в следующих видеороликах До новых встреч Пока-пока Пока-пока